В Московской области продолжает действовать режим самоизоляции для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями. Как и в период первой волны пандемии, на помощь в вопросах покупки необходимых продуктов и лекарств к ним приходят волонтеры. Добровольное общественное движение хорошо проявило себя весной. Сейчас ситуация сложнее. В данное время, когда все, в большинстве случаев, все как-то работают, выполняют свои профессиональные обязанности, и уделить этому процессу больше времени не получается. Это объективное реалие. Плюс, соответственно, все прекрасно понимают, что это определенного рода риск. Поэтому, скажем так, на первых порах люди откликнулись на призыв стать волонтерами и оказать помощь своим близким, родным, соседям. Было больше, чем в данный момент времени. В настоящий момент основную работу взяли на себя активисты молодой гвардии «Единой России». По всем заявкам от граждан ими оказывается адресная помощь. Пожилые люди могут обратиться на горячую линию «Единой России» по телефону 8 498 547 34 35 или напрямую в штаб молодогвардейцев. Очень важно, чтобы люди, которые сейчас посмотрят сюжет, добросовестно отнеслись к этой возможности. Людей, готовых помогать в данный момент, не так много. Хочется, чтобы было гораздо больше. Поэтому, когда люди оставляют заявку, очень важно, чтобы это были продукты именно первой важной жизненной необходимости, а не традиционно тот набор, который они могли позволить себе собрать самостоятельно, целый день гуляя по тем или иным торговым точкам. Стоит сказать, что труд добровольцев отмечается и поддерживается со стороны руководства муниципалитета. Совсем недавно глава округа Алексей Спасский встретился со студентами Московского регионального социально-экономического института, состоящими в волонтерской организации. Общественники призывают всех неравнодушных людей присоединиться к ним в это непростое время. Если ты не имеешь хронических заболеваний, сердца, дыхательных путей и в целом дыхания, то в принципе никаких ограничений нет. Главное, соответственно, желание и возможность. Если эти, скажем так, два фактора у тебя есть, то милости просим в нашу дружную команду.